дорогие друзья здравствуйте добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана и сегодня поговорим о куклах да несмотря на такой солидный возраст куклы в моем доме все еще имеются куклы конец 90-х начала двухтысячных годов лет вдруг началась мода на кукол и в нашем коллективе это не было исключением когда в компанию привозили выездные лавки тогда еще были привозили кукол то женщина на перебой друг друга вырывая приобретали кукол но и простых кукол естественно коллекционных кукол фарфоровых известной английской компании remake collection куклы этой компании известная коллекционером всего мира но и как бы мы в тот период времени не стали исключением решили тоже следовать тогдашней так скажем моде немножечко об истории но куклы были тысячи тысячи лет назад но куклы в том виде в котором они у нас есть сейчас они появились семнадцатом восемнадцатом веках и начале девятнадцатого века были очень модны так называемые будуарные куклы что это такое это куклы чаще всего напоминали их заказывали кукольником и по внешнему виду они напоминали образ их будущей владелицы это были часто знаменитые актрисы балерины и было стильно выходить в свет вот сейчас собачками часто достаточно дамы выходят в свет а тогда были модны вот эти бадуарные куклы были они достаточно большие от 50 сантиметров до 90 сантиметров иногда даже до метра двадцати сантиметров они доходили они были бескаркасные шили из тканей набивали каким-то материалом и дама брала так же как вот собачку теперь несут брала эту куклу и ходила с ней так сказать в обществе кроме будуарных кукол еще их называли кроватные постельные ну так сказать от будуара да происходит и часто очень в спальнях у девушек тоже находились эти куклы кроме будуарных кукол куклы в которых можно было играть и мы с этим сами знакомы очень хорошо куклы интерьерные которыми украшали и украшают жилье свое свои квартиры и куклы коллекционные которых собирают ну ради того чтобы это была действительно коллекция в этих кукол не разрешают детям играть они имеют назначение именно коллекционные коллекционеры заказывают кукол специально по индивидуальным каким-то проектам своим рисунком макетом и так далее и кукольники которые изготавливают таких кукол они в общем то могут узнать свою куклу из числа множества похожих потому что но они вкладывают в эту свою душу каждая коллекционная кукла отмечена клеймом кукольника который располагается как правило на шее куклы и так какие куклы есть у меня несколько кукол таких нормального человеческого вида вот такая кукла Соня даже не сняла еще с нее вот эту этикеточку поразительная абсолютно ручки личико очки ну а таких коллекционных кукол шьют специальную одежду одежда из хороших тканей и мне бы вот хотелось показать в том числе и даже обувь как у маленьких деток пинеточки панталончики обязательно есть ну вот у этой Сони я ее первоклашкой называю видите подъюбник из тонкой ткани сетчатой и само платьишко здесь вот шелк а это какая-то хлопчатобумажная ткань волосы можно расчесывать ну и соответственно бантик она такая милая она у меня стоит на больших часах настенных много-много лет но уже больше двадцати вот такая кукла Соня одну из кукол вы видели когда я записывала видео для маленького мальчика сына моей подписчицы и там рядом у меня стояла эта большая кукла не стала ее брать в спальне она стоит а теперь перейдем к куклам интерьерным так скажем ну а любимая кукла это пьеро вот такой шелковый костюм вот такая такой воротничок здесь ножки и туфельки все фарфоровые ручки фарфоровые ну и соответственно личико тоже фарфоровые не показала на той кукле но вот то что касается клейма компании здесь здесь оно есть оно не приклеено это пропечатано там на фабрике ремек коллекшн такой милый такой замечательный вот а еще простите я не знаю как их правильно назвать вот такие я называю его факиром тут вообще удивительно из ну что то похожее на органзу ткань может быть тонкая парча какая то шелк шаровары здесь все на липучке там нижнее белье и тоже а посмотрите какой красивый головной убор с этим хвостиком все очень тщательно красиво сшито ну настоящее украшение я ничуть не жалею что когда то потратила ну какие то деньги на приобретение этих кукол вот такая замечательная кукла стоять вот такая кукла тоже шаровары тут вот ножки до сих пор фарфоровая фарфоровая ну и соответственно вот этот колпак с отделкой наверное так будет лучше все очень красиво сшито очень аккуратно сшито вспоминала пелеринка это называется ну вот такой может быть тоже пьеру напишите и есть у меня куклы японки это тоже интерьерная кукла со всеми атрибутами кимоно смотрите как красиво все это парча какой то музыкальный инструмент здесь в общем то это гейша гейша в переводе человек искусства то есть девушки которые на каких-то приемах вечерах встречах давали какие-то концерты рассказывали в общем ублажали гостей посмотрите как все красиво сделано какая прическа какие украшения простите прически очень красивая девушка японская здесь и еще одна японка это японка с зонтиком так она должна стоять так хорошо у нее ножка по модельному поджата смотрите какие ткани тоже все что положено при надевании кимоно этот кушак большой и посмотрите как изящно выполнен зонтик тоненькие 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 соломинки нигде никаких там ляпов нет и вот такой шелковый зонтик и хотела бы обратить внимание также на ее прическу на украшения которые есть у меня внук изучает кстати японский язык вот такая прелесть вот такие интерьерные куклы есть в моем доме я их очень люблю ухаживаю за ними ну вот такая да люблю всякие такие штучки может быть кому-то покажется что это глупо смешно ни к чему забивать свой дом такими вещами но мне это нравится мне доставляет это радость а если это доставляет радость значит все хорошо спасибо что были со мной благодарю вас за подписки благодарю вас за комментарии мне очень приятно что в последнее время мы достаточно активно стали по обратной связи общаться с подписчиками это очень здорово я благодарю вас всех желаю всем здоровья мира покоя радости несмотря ни на что с уважением ваша Светлана пока пока так я и с а и ну